Всем привет! Сегодня мы говорим о такой любопытной операционной системе, как Linux. Это альтернатива Windows. И мы поговорим о Linux для новичков. Таковы впечатления человека, который недавно начал пользоваться Linux и не имеет особо глубоких познаний в том, что касается компьютеров, программирования, тем более, чего-то такого. То есть это видео не для профессионалов, не для спецов, а именно для обычных пользователей, которые хотят сложить впечатление и, возможно, задаются вопросом, а стоит ли? Итак, Linux, как вы уже наверняка знаете, это бесплатная операционная система. И нам стоит ответить на два вопроса. Почему стоит переходить, то есть плюсы, и почему не стоит, то есть минусы? Ну, первый плюс, это уже то, что он бесплатный на законных основаниях. Второй плюс, о котором довольно много написано в интернете, это то, что есть версии Linux, которые позволяют вашу операционную систему, то есть Linux, запускать на старых компьютерах. Ваши старые компьютеры снова привести в действие. Это так, но есть нюанс, я его на себе испытал. Когда компьютер старый, то очевидно, что там не все так гладко. То есть какие-то уже детали работают не так хорошо, как хотелось бы. И, похоже, версии разной Linux, они очень-то хорошо, мягко говоря, умеют работать с такими вот проблемными деталями. С таким вот не совсем идеальным железом. Ну, то есть ничего вроде как капитально плохого нет, нет никаких там сбоев, но какие-то, очевидно, есть недочеты. И вот, может быть, работая с Windows, я этих недочетов даже не замечал, но перейдя на Linux, я их стал замечать. О чем идет речь? Поясню. Я преподаю английский. Если вы внимательно смотрите на этот плакат, уже могли, наверное, догадаться. Дело это по Skype. То есть мне очень важны такие части, как микрофон, наушники, звуковая карта и тому подобное. Такая программа, как Skype. И с этой программой, к сожалению, Linux работает не весьма хорошо. Ну, на некоторых версиях Linux и Skype вообще не получается установить. На других установить получается, но одна за одной какие-то проблемы. Например, на Kubuntu, это такая версия Linux, у меня появился шум в микрофоне. Микрофон использовался не один. Купил специально новую гарнитуру Sennheiser, попробовать. К сожалению, шум есть. На Lubuntu, это другая версия Linux, очень облегченная. Одно время все было нормально. Потом, через несколько секунд связи по Skype, просто, как говорится, вырубает звук. То есть жмешь, положишь трубку, звук возвращается. Ты слышишь системные звуки. Там, пока в сеансе связи, вот просто через несколько секунд это убирается. Это я уже пробовал на другом компьютере, на ноутбуке. То есть сначала я установил Kubuntu на системном блоке, на таком, ну, понимаете, большом компьютере, для тех, кто совсем новичок в компьютерах. А сейчас на ноутбуке. На этом же ноутбуке у меня установлена еще одна Kubuntu. И вот интересно, все на одном ноутбуке, на одном жестком диске. В Kubuntu вот такие вот проблемы. Со звуком в Kubuntu таких проблем нет. Но зато есть такая интересная программа DroidCam. Это программа, позволяющая использовать ваш смартфон в качестве веб-камер. Очень, кстати, удобная. На смартфонах обычно хорошие камеры и замечательное качество картинки. Я стараюсь для своих студентов, по максимуму, лучше, лучше сервисы, лучшее все. Так вот, эта программа тоже почему-то на Kubuntu у меня сейчас устанавливается и работает. Хотя иногда бывают сбои. Почему-то периодически ее не видно в системе. Но я ее переустанавливаю и проблем нет. А на Kubuntu она почему-то вот не устанавливается, но ни в какую. Хотя, опять же, эти две операционные системы установлены на одном и том же ноутбуке, на одном и том же физическом диске. То есть, простыми словами, можно сказать, что есть проблемы. Это все далеко не так гладко, как хотелось бы. И речь не идет о каких-то сверхсложных задачах, об элементарных задачах. Если у вас тоже были такие проблемы со звуком, и вы знаете, как это устранить, буду благодарен за конструктивный комментарий под этим видео. Насчет быстродействия. Ну, своим быстродействием меня Linux таки покорил. Что действительно можно легко заметить. И старый компьютер действительно на нем могут работать хорошо, но вот за исключением этих нюансов. То есть, вполне возможно, что на моем ноутбуке, на стольном компьютере, какие-то уже есть проблемки с работой, может быть, звуковой карты. Я не знаю, что с материнской платой. Понятия не имею. И вот, то, что на Windows я, возможно, не замечал, вот со старыми компьютерами у Linux какие-то возникают проблемы. Может быть, хотя дело и не в компьютерах, не знаю. Но насчет быстродействия, оно действительно просто замечтательное. Учитывая, что на Linux не обязательно ставить антивирус, то просто компьютер летает. Даже старенький, тем более, если вы используете на не очень старой машине. Просто замечательно. Все быстро открывается. Самые там большие сайты интернет-магазинов, там сотни позиций на экране, быстро открываются, без проблем. Все замечательно и здорово. Ну и, конечно, то, что Linux поставляется в большом количестве разных вариантов, это тоже можно сказать плюс. Но, с другой стороны, для новичка это, пожалуй, минус, потому что нужно разобраться. Если вы хотите перейти на Linux, нужно быть готовым, потому что будут нюансы, будут проблемы и нужно вникать. Нужно вникать, что подходит именно вам. Опять же, уже переходя потихоньку к минусам, ну, к таким нюансам, хотя для новичков это минус. Вот не на всех версиях Linux вообще устанавливается Skype нормально. Не везде вообще она предусмотрена. И когда я себе устанавливал первую версию, которая мне пришлась по вкусу, по описанию, то там Skype нельзя было установить. Затем я стал гуглить, искать, на каких версиях Linux и Skype устанавливается. Но такой информации я не нашел и пришлось пользоваться методом проб и ошибок. То есть, я установил другую версию, попробовал на ней. Естественно, это занимает время. Каждая версия Linux, она особенная. Расположение, в общем, почти всего там разное. То есть, если у вас нет особой тяги к исследованиям, то, наверное, это будет вызывать у вас неприятные эмоции. То есть, там все не совсем так, как и Windows, а в некоторых версиях вообще не так. То есть, первое, что вам нужно будет потратить время на подбор оптимальной версии Linux. Они бывают разные, я их уже перечислил. Там Ubuntu, Ubuntu, просто Ubuntu, другие там вариации, такие, которые называются, например, Linux Mint и так далее. Потом у вас будет такая очень интересная задача, такой квест. Разобраться в этом нужно будет читать статьи, потому что интуитивно не получится. Даже такая простая вещь, как добавление раскладки клавиатуры, то есть, новый язык ввода и переключения, может у вас занять некоторое время для того, чтобы понять, как это делать. Также такая вещь, как установка программ на Linux сильно отличается от Windows. Хотя, например, в стандартной версии Ubuntu и Ubuntu там есть вариант вот такого простого процесса установки, как вы привыкли, наверное, в Windows. Скачиваете, кликаете и все. Но многие программы так установить не получится. И там много мороки. И печально, вот, когда все вроде подходит в этой версии Linux, переходишь по ссылке и качаешь нужную именно тебе программу, в каком случае, DroidCam, DroidCam. А она не работает, как хотелось бы. И опять, может быть, часы разбирательств, как, что, к чему, почему, как исправить, исправить или никак не исправить. А потом, после чего-то, не знаю почему, после обновления какого-то, что ли, опять начинаются какие-то неполадки. Периорически почему-то ее нужно, опять же, удалять, устанавливать. Вот такие вот недостатки. Ну, я думаю, этого достаточно, чтобы сложить впечатление. Если вы спросите лично меня, за я или против, нравится ли он мне этот Linux до сих пор или нет, я скажу, что в целом нравится. Но вот эти вот печальные недостатки, его, как сказать, глючность, она, конечно, заставляет подумать все-таки о том, чтобы не пользоваться. И он пользуется все-таки альтернативой. Потому что такие простые вещи, опять же, как просто звук в микрофоне, чтобы он был без трес какого-то дополнительного, это требует порой долгой, упорной настройки. И не всегда это заканчивается успешно. Ну и вот эти вот постоянно вылезающие какие-то неполадочки тоже, естественно, ничего хорошего с собой не несут никаких приятных эмоций. Но, пожалуй, все-таки его быстродействие, его легальная бесплатность, так скажем, это все перекрывает. И просто приятно наслаждаться быстрым experience, так скажем, опытом использования своего компьютера, когда ты привык, что там все долго грузится, а то на фото все летает. Это здорово. В общем, друзья, делитесь своими впечатлениями. Не судите строго. Помните, что это впечатление новичка. Потому что статей с технической документацией про Linux много. А вот впечатлениями хотелось с вами поделиться. Если будут вопросы, пишите в комментариях. Не обещаю, что отвечу. Но периодически комментарии просматриваю. Хейтерские удаляю. Поэтому всего вам хорошего, всех благ. До новых встреч на полезном канале. Пока.